Галина, давайте я попытаюсь вспомнить. Вы в Америке уже примерно год или сколько? 10 августа был год. Год и месяц. Хорошо. Вы были у нас тут, мы гуляли. Я пытаюсь вспомнить наши сюжеты. Вы нас пять раз уже снимали. Мы были у вас дважды в офисе, потом мы приезжали сюда, потом мы приезжали к нам. Да, я снимал комплект, где вы живете. Вот сейчас, наверное, пятый. Понял. И мы все пытались... А, вы еще бы нас встречали. Да, мы все пытались на самом деле договориться о том, чтобы в школе у вас поснимать, но так и не получилось. Кстати, очень жалко, потому что... Ну, доберемся, доберемся еще. Слушайте, значит, муж. Уже сколько работает он? Он у нас учился в школе. Ну, по работе мужа спрашивайте у него, он лучше расскажет. Но сразу после вашей школы он сразу же устроился на практику. С практики он вышел на одну работу, с другой работой. Резко вышел на другую. Резко вышел на другую работу. А, то есть, резко это что там? Две недели и на другую? Нет, буквально там я успел отработать один месяц, и наш проект закрыли. Мы месяц шарахались туда-сюда, пытаясь заняться чем попало. Пока, в конце концов, ко мне не пришел самый главный по нашему проекту и сказал, что чего-то вот не взлетает, иди домой. Да, в смысле сокращение. И да, значит, сначала выгнали меня первого, потом где-то через пару недель еще одного, потом так они потихоньку команду Квеев разогнали. Подождите, но это была та работа, где вам уже прилично платили? Да. И вы были как бы на автоматизации? Да. Это вот туда вас взяли по телефону, даже без личного интервью? Да. Так, постойте, удалось позаниматься автоматизацией? Ну, собственно, да. Мы буквально на полтора, наверное, месяца, с самого начала мы все это делали. Но почему-то решили в очередной раз сменить команду девелоперов, прикрыли все это, сказали, что у нас тут очень плохие кейсы у юзер сториз, мы давайте все переделаем. И вот так как-то всех разогнали. Не знаю уж, начали они его заработать. Как долго заняло на этой следующей работе? Ну, где-то месяц. Месяц. Но уже не было меньше денежки? Нормально было? Больше получилось. То есть еще больше? Да. Он указал опыт, он уже шел как опытный. Ну, правильно. Так и сейчас вы на второй работе? Да. Автоматизируете? Ну, сейчас, да, я сейчас получается... Смотрите, какая красота. С одной стороны, я сиер, с другой стороны, я делаю, в общем-то, все на свете, начиная от менеджерского создания процессов и договоривания с людьми, кто чем занимается, и заканчивая созданием, собственно, автоматического фреймворка. Угу. Но уже прям фреймворк. Да. На чем у вас все это? На джаве. У нас API, собственно, сама программа, это некая machine learning, самостоятельно обучающаяся система, которая дает тебе какие-то рекомендации о том, как лучше обучать конкретных детей. Это, я бы сказал, модное направление такое современное. Это вот прям вообще самый пик. Может быть, не здесь, но мы в основном ориентированы на Азию. В Корее, в Китае, сейчас вот пытаются найти людей в Индии. Там есть большая заинтересованность с этим, потому что люди готовы к тому, чтобы платить деньги за дополнительное обучение для детей. Хорошо. Но вот я когда слушаю вас, вот там фреймворки пишу, мое понимание того, что люди, пишущие фреймворки, скажем, у вас постоянная позиция или контракт? Да. Постоянная. Значит, люди, которые пишут фреймворки, у них начинается тысяч со 120, там меньше не платить? Больше. То есть, вы так в этом состоянии? Да. Ну, то есть, можно сказать, что удалось. Нормально, нормально пошло. Так, значит, жёнка что говорит? Жена говорит, я тоже хочу. Помните, как она год назад кричала, я вообще не хочу, я хочу людей. Ну, если за деньги-то? Так я уже учусь с мая. Вот, единственное, что не у вас, потому что... Так, чему учитесь-то? Ой, я учу язык JavaScript. Так. Я учу компьютер с нуля вообще. То есть, я никогда рядом не стояла с работой программиста. Так. Я всю жизнь работала с людьми. И я нашла онлайн-курсы. Так. Мальчик, ну, молодой человек, педагог наш живёт здесь же, Санни Вэлли рядом с нами. Да. И он обучает с нуля по онлайн, по вечерам. Мне не приходится отдавать детей никуда. То есть, у меня они в соседней комнате. Подождите, но вы учите как бы основы какие-то? Мы учим основы, и он нас готовит к тому, что мы сможем пойти на начальные позиции типа? Frontend JavaScript. Разработчику, да. Ну, я думаю, что, скорее всего, всё-таки я пойду в QA, потому что это всё-таки легче. Те, кто сама в группе учится, у них был немножко опыт, кто-то уже QA и переучивается на разработчика. Есть девчонки, которые из вашей школы теперь хотят, ну, повысить свою квалификацию. Так, подождите, вы сказали, что это онлайн-класс. Онлайн-класс. Но вы там как бы знаете друг друга. Мы так сдружились, что мы начали помогать друг другу в обучении встречаться у кого-то дома. Мы можем даже в выходные сесть, открыть ноутбуки и походить. Я понял. То есть, вы онлайн, но вы местные? Да, большая часть местная, и мы встречаемся уже с семьями и встречаемся… То есть, круг такой такой? Круг, да. Ну, они-то уже в тестировании, а вы-то ещё так как бы совсем с улицы. Есть разные люди. Я единственная, наверное, осталась, кто совсем с нуля. Но мне помогают. Так хорошо, а давно это продолжается? Долго? С первого мая. А, так у вас уже 4 месяца. Да. Так у вас там отсев какой-то происходит или что? Отсев происходит только в том случае, если человек сам сдаётся. Да. Ну вот, допустим, вы начали… Ну, нас начало 30 часов, сейчас заканчивают 10. Всё-таки вот не так просто всё. Знаете, ушли ребята. Ушли ребята со словами, что тяжело, ничего не понимаем, работу не успеваем, потому что… Угу. Ну, и вот кто-то где-то не смог, сказал, что тяжело. Мне тоже тяжело, но мне помогает Сергей. Мне помогает вот как раз то, что у нас уже взаимопомощь на курсе между друг другом. Ко мне и на дом приходит помогать. Ну, и у вас ещё есть такая линия, может сказать, ну так в крайнем случае буду тестером. Ну, вот так. Ну, опять же, если я буду тестером, я уже хочу быть автомейшн, потому что я понимаю код. Я не могу сказать, что я его без ошибок сейчас напишу. Да. Но… Ну, почему же это транспортировать легче? В любом случае тестер, который в принципе что-то знает про JavaScript, это лучше, чем фронт-энд разработчик, который в принципе что-то знает про JavaScript. Да. Ой, да не пугайте. Ну, хорошо, понял. То есть, можно сказать, что первый год эмиграции у вас проходит, так сказать, на хорошей волне? Ну, на очень занятой. Занятой. У нас всегда мало времени, мы всегда делаем всё бегом, мы хотим успеть и с детьми, и отдохнуть. Вы должны, знаете как, вы должны, как уже американцы, вы должны сказать, ой, я такая забизенная. Да, есть такое уже у нас, что я ещё английский. А, ещё английский. Я стала больше понимать, я очень хорошо читаю, я могу почитать уже даже техническую литературу на английском. А приехала что, с нулём совсем? С нулём я приехала. А говорит на английском, я окружила себя русскими людьми, их столько много, они такие все хорошие. Разрешите уточнить, а учитесь вы в онлайн-классе на каком языке? Все термины на английском, но объясняет он нам на русском. Разговор на русском. А как же вы интервью пройдёте? К интервью нас готовят отдельно, и вопросы я пишу отдельно, и буду говорить именно отдельно. Ну хорошо, ладно. Ну объяснить то, что ты не понимаешь ещё на непонятном языке, как раз это было то, что у меня как-то был страх идти в вашу школу. Ну это критическую массу надо иметь для прорыва, то есть уже нельзя и без языка, и без технического, конечно. Ну вот поэтому... Ладно, хорошо. Ну вот Даша, она довольна школой? Даша у нас тоже учит JavaScript. У этого же педагога, у Виктора Богуцкого, он три раза, пять раз в неделю он учит меня. Три раза программирование, два раза QA. И один раз в субботу, вот как раз сегодня, он учит Дашу. Поэтому работать в JSB, знаете, это песочница для JavaScript, ну для JSB. Когда я что-то делаю, Даша уже может мне либо помочь, либо сказать, не, не взлетит, не пойдёт. Сейчас будет ошибка, ты там вот. Ну то есть ориентируется уже. Она ориентируется, и мы все так вот решили. Понятно, понятно. Что раз уж мы в долине, значит мы должны знать программирование хорошо. Ну это, это, это хорошее начало, да, отлично. Ещё, конечно, надо английский подобрать к этому. Ну я думаю, что английский всё-таки будет, когда выйдешь на работу и будет практика. Просто так, ну где его возьму? Я разговариваю с учителями, я разговариваю с соседями на уровне вот непонимания. Я свободно разговариваю в магазине, понимаю. Пока папа работает, я же с детьми одна, и как бы я же коммуницирую со всем, совершенно спокойно. Но поболтать мне не доставляет удовольствия на английский. Понял, понял. Ну хорошо, это придёт, это придёт, это придёт. Ладно, всё, тогда давайте мы пока закончим эту часть, потому что я хотел как бы тем, кто нас смотрит, да, периодически сказать. Вот они есть, вот уже там год прошёл, вот мы, по-моему, последний раз снимались, он ещё не работал, да? Да, наверное, февраль был, как раз он ждал первую работу. Да, да. Да, я тогда очень переживал, что мне третий раз перенесли дату выхода на работу. Я уже прямо вот чувствую себя устроенным на работу, а мне третий раз говорят, ну давай через неделю, давай через неделю, давай через неделю. Да, но в итоге, в конечном счёте, вот я хочу сказать, что из вашей истории тезис о том, что вот ты поработал и как-то раз и кончилось быстро, это только к лучшему. Потому что человек, который пару месяцев поработал, это не человек, который ещё пару месяцев даже ещё и не поработал. Это уже другой человек, он уже по-другому воспринимается, ему есть что рассказать, правда? Да, да, всё равно, когда поработал с разными людьми, есть что такое вот, есть чем поделиться со всеми остальными. Да. С умным лицом. Вот на этом мы тогда и закончим.